Здравствуйте, дорогие телезрители! Итак, мы продолжаем цикл передач, посвященных, так сказать, развитию театра. В прошлых передачах я вам говорил о том, что, так сказать, вот система Станиславского, она ведь родилась не из воздуха. И мы попытались узнать, все-таки, когда же возник театр. Кто-то говорит, что театр возник, как только человек научился говорить. Кто-то говорит, даже раньше, то есть, когда он еще мог объясняться только жестами. Ну, мы уже разобрали с вами, как появлялся театр в Древнем Китае, в Древней Индии. И все-таки мы возвращаемся к системе Станиславского. И знаете почему? Потому что в основном систему Станиславского привязывают только к театру. И мы попытаемся сейчас разобраться. Естественно, мы не будем рассказывать вам так, как, допустим, занимаются, как учат актерское мастерство в театральных школах. Это не наша задача. Наша задача просто попытаться выяснить, что же такое система Станиславского. Как она помогает даже нам в жизни. Потому что есть масса каких-то примеров. Вот, например, есть такое понятие в системе Станиславского. Магическое «если бы». Что это такое, мы поподробнее потом поговорим об этом. А вот в жизни же тоже так бывает, когда вы говорите, вот если бы я был там-то, или если я был тем-то, то я бы сделал то-то, то-то, то-то. То есть мы даже не подозреваем о том, что вот система Станиславского, она работает и даже в быту, на бытовом таком уровне. А сейчас нам бы хотелось поговорить о том, как система Станиславского работает не только в театре, а в других профессиях, естественно, творческих. И, как я уже говорил в первых передачах, мы будем приглашать гостей, которые занимаются творчеством, но непосредственно с театром, как таковым драматическим театром, они не связаны. И поэтому сегодня у нас в гостях наш гость, актёр театра и кино Артём Мазунов. Я с удовольствием сейчас вам его представлю. Здравствуйте, Артём. Здравствуйте. Ну, в принципе, вы уже слышали о том, какая у нас будет тема, и вот давайте поговорим. Хотя у вас, в дипломе у вас написано «Актёр театра» и «Кино», и «Кино», да? Но, насколько я знаю, вы как-то с театром не очень связаны. В основном это кино, да? В основном, да. То есть кино. То есть театр, как бы он... На втором плане. На втором плане. В основном это кино, телевидение, какие-то вот такие вот профессии. Так вот, система Станиславского. Мы, так сказать, долго перечислять. Существует какой-то перечень основных, будем говорить, таких вот позиций, да. Там магическое есть, предлагаемое обстоятельство, освобождение мышц. То есть это целая система. Вот хотелось бы узнать, а как работает эта система, ну, в другом, так сказать, виде искусства. Допустим, в кино, на телевидении. Ну, сейчас поподробнее расскажем. Но первый такой вопрос, который бы мне хотелось вам задать. А вот что у вас, ассоциации какие у вас возникают, когда, допустим, вы слышите там, система Станиславского. Вот, допустим, если брать каких-то известных людей, да, которые сделали какие-то очень интересные открытия, ну, в других сферах, да, в других науках. Например, если я слышу, допустим, там, Менделеев, да, Дмитрий Иванович, то у меня сразу возникает сразу картинка такая, учительница химии, таблица Менделеева на доске, она с указкой объясняет нам вот какие-то вещи. Там, допустим, если я слышу, там, Мичурин, да, то я сразу представляю такого очень симпатичного, такого пожилого человечка с бородочкой. Он там ходит по вишневому цветущему саду, собирает там тычинки, там, пестики, что-то там с ними делает, да. А вот когда вы слышите, система Станиславска, вот что вы представляете? Вот какие ассоциации? Что это такое? Ассоциация возникает прежде всего с театром и, скорее всего, с самхатом. Вот. Именно с театральными подмостками. То есть вот такая вот такая ассоциация, что, значит, мы говорим Станиславский, да. Подразумеваем театр. Подразумеваем театр, мхат, естественно, да, и говорим о системе. Хорошо. А вот, насколько я знаю, вы сначала учились в цирковом училище, правильно? Если я буду говорить что-то неправильно, да, вы поправьте меня, так сказать, вот по той информации, которую я имею, значит, вы учились в цирковом училище, но на отделении, так сказать, на клоунада, да? Да? Клоунада. Вот ближе к театру, да, наверное? Да, к площадному, скорее, театру. Ну, к площадному, такому. Ну, как истоки такого русского театра, там, балаган, там, все, вот такого плана. То есть у вас все равно был предмет такой, как актерское мастерство? Было, было. И мастер нас тоже просил следовать заветам Константина Сергеевича. Вот что, вот вы проходили всю эту систему, вот так, как проходит, допустим, в школе-студии МХАТ, или там в Щукинском училище, или у вас были какие-то свои особенности, и, допустим, вот есть такое понятие у Станиславского, да, как, так сказать, зерно роли, там, так сказать, разбор пьесы, вот. Тем более, клоуна, да, это же репризный такой жанр, да, то есть вы там с партнером. Да, мини-спектакль такой, то есть там практически вот разбирать пьесу, и тем более, насколько я знаю, что вот клоуны, да, так будем говорить, они ведь, в принципе, сами придумывают репризы. Да, да. А бывает так, что кто-то приносит, да, вот, допустим, в театре, допустим, есть драматург, да, он приносит пьесу, ее там читают, потом, значит, разберет, будет она ставиться или не будет, и, значит, вот идет ее разбор, если она принимается, да, для постановки. А вот к вам иногда, вот, когда вы учились тогда, к вам приходили какие-то вот, ну, будем говорить так грубо, драматурги, такие клоунские драматурги, которые приносили вам реприз? Нет, не было, но раньше, раньше существовала такая традиция, что ли, существовали авторы, которые специально писали репризы для клоунов, но в моей практике такого не было. То есть мы сами себе придумывали, опять же, нас заставляли следовать всем законам драматургии, чтобы было четкое начало, четкое развитие, кульминация и, соответственно, развязка. Ну, естественно, и логика, последовательность, то есть вот, то есть все равно каноны, которые вот заложил Константин Сергеевич в своей системе, да, вот театральные, так будем говорить, каноны, они все равно у вас присутствуют. Но это даже каноны не столько Станиславского, сколько еще из Древней Греции идут. Ну, понятно, но потому что в первых передачах мы говорили, что вообще система Станиславского, она же не родилась из воздуха. То есть огромный опыт человечества, начиная от древнейших времен, то есть Станиславский сумел это, ну, как бы объединить и выстроить встроенную систему. Хотя существуют разные школы. Вот существует такое мнение, что, допустим, вот система Станиславского, которая принята у нас, да, в наших театральных там школах, что существует параллельно, вот есть такие сведения, я не могу с точностью до 100% сказать это, что существует система Станиславского в Америке. Что вы по этому поводу скажете? Она существует, и туда систему Станиславского привнес все-таки Михаил Чехов, который сам, будучи учеником Константина Сергеевича, создал, как бы, свой метод. То есть, Константин Сергеевич, это все-таки, как сказать, один метод обучения, да, а Чехов это другой. Но, в принципе, они все сводятся к единому целому. Правдивое существование актера. А вот есть, вот отличие все-таки, сейчас мы, так сказать, чуть-чуть отойдем от театра. Вот кино, допустим, кино, кинематограф наш, да, и кинематограф американский, потому что, ну, многие наши телезрители просто не знают театральных постановок, которые проходят там на Бродвее, в Америке. А вот кино как-то более близко. Вот, 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 мое личное ощущение, могу, конечно, заблуждаться, что, допустим, вот, кинематограф американский, хотя и, как бы, говорят о том, что актерская школа там тоже на основе системы Станиславского, она отличается от нашей школы, потому что там, ну, другие методы какие-то. И иногда мне кажется, что к системе Станиславского, вот, допустим, кинематограф сейчас берем, не имеет никакого отношения. Хотя вот такой был замечательный случай, я помню, очень давно это было, когда появился первый-первый такой вот душесчипательный сериал «Рабыни Изаура». И та вот актриса, которая вот играла эту несчастную рабыню Изауру, она в своем интервью сказала, что она горда и счастлива тем, и что создать вот этот образ этой несчастной девушки, ей помог педагог из России, который, у которого она училась, и он ее, так сказать, учил по системе Станиславского. Вот после этого интервью, я вообще к ним отношусь, мы поговорим о сериалах, ну вот, так дело в том, что я как бы не заметил, что вот эта рабыня Изаура, так сказать, следует принципам системы Станиславского, чувства правды и веры, значит, последуются логикой какие-то такие вот вещи. Ну, это мое, так сказать, личностное такое ощущение. Вот как вы относитесь, вот действительно эти школы различаются чем-то, хотя вроде как основа, фундамент, да, это мы считаем, и американцы так считают, и вообще вот в Северной Америке считают, и в Южной Америке считают, что это все-таки система Станиславска. Вот действительно ли она соответствует той системе, которая вот существует у нас, в России, допустим? Или это что-то перевернуто, так сказать, с ног на голову? Нет, это не перевернуто, это близкое очень такое соседство. Дело в том, что, допустим, те же американцы, они не дают себе послабления в кино, да, между кадрами. То есть, допустим, когда в России снимался Эрик Робертс, он приходил в ужас от того, что русские актеры выходят из образов между теми моментами, когда переставляется камера, там готовится следующий кадр. То есть, он может пойти покурить, там, попить кофе? Да, но он может пойти покурить, попить кофе, но он будет в образе своего персонажа, да, и чем, собственно, грешат русские актеры, большей частью, я не беру сейчас всех в расчет, что вот позволяют себе такие послабления, как, значит, пройти там, байки порассказывать друг другу, да, выключиться из процесса полностью. Вот, в этом случае американцы, они более ответственные и, может быть, более, как сказать, тщательно изучают систему Станиславского. А может быть, именно поэтому у нас в России она считается вот именно театральной. Хотя, в принципе, все основные моменты ее в кино присутствуют, несомненно. Вот, раз мы заговорили о кино, так сказать, продолжим вашу творческую биографию, значит, вы закончили в ГИК, да, после циркового училища вы закончили в ГИК актерское отделение, да? Там, естественно, тоже преподавали, так сказать, систему Станиславского. Да, на первом курсе нас заставляли... Да, делайте тюды. Мало того же, делайте тюды. Мы писали конспект по всей системе, и в конце четвертого курса нам выдали наши несчастные тетрадки, и мы еще раз посмотрели, что мы упустили, чего достигли, и насколько мы совпадаем вот в том, что было четырьмя годами ранее. То есть, а вот я, например, когда преподавал в театральном вузе, у меня была такая вот традиция, что вот какие-то работы, допустим, по актерскому мастерству, так сказать, письменные, я все время складывал в папочку такую. И когда уже выдавали дипломы, значит, уже актерам, артистам, я им раздавал, и вот они читали, вот, они, так сказать, это было достаточно весело, потому что они вдруг говорили, господи, неужели это написал я? У вас вот было такое ощущение? Вот вы читаете, вот, так сказать, вот, по системе Станиславского, вот, какую-то работу вы сделали там, да, магическое, если бы, или предлагаемые обстоятельства, и вот вы там все это расписываете. По прошествии, вот, четырех лет обучения, вот, существует какая-то разница между тем, что вы написали на первом курсе, да, на первом семействе? Вот лично у меня был такой момент, то есть, когда мы писали, мы совершенно не думали о том, что мы пишем, да, а в результате, когда на четвертом курсе мы уже получили свои тетрадочки, выяснилось, что некоторые моменты, они уже настолько в тебе, и они кажутся несколько проще. Чем тогда было, да? Чем тогда, то есть, мы писали, не задумываясь о том, что это, да, для нас казалось, что это безумно какие-то сложные определения, термины, да, но когда это все пропускаешь через себя, и на протяжении четырех лет тебя пичкают всеми этими этюдами, методами, способами и так далее, упражнениями различными, то на поверку оказывается, что вроде так оно и должно быть. То есть, ничего сверхъестественного? Да, ничего сверхъестественного, все вполне органично. Так, вот давайте, Артем, я задам тебе такой вопрос провокационный, так, но только при одном условии, что ты ответишь честно. Вот когда я поступил в театральный вуз, то такой внутренний был трепет, что вот, как только мы пришли на занятия, то все были гамлетами, короля Лиры, там девочки все были и офелиями, и джульетами, и вдруг мы целые полгода занимались, как нам казалось тогда, ерундой. То есть, вместо того, чтобы одеть красивый костюм, выйти, там, be or not to be, там, быть или не быть, все это, и там сцена у балкона, мы вдруг ползали на четвереньках, чего-то там прислушали улицу, там, и какие-то у нас были технические задания, вот. И нам казалось, что это вообще нам никогда не пригодится, и вообще это не нужно, и скорее бы уже выйти на сцену. Вот, вот я задал вопрос, только честно ответьте. Вот когда вы, ну, первый курс, первый семестр занимались, вот, системой, изучением элементов системы, вот какое у вас было, вот, отношение к ней? Отношение было лояльное, на самом деле. Ну, как он, как он? Потому что до поступления еще в цирковое училище я занимался в театральной студии, вот, где мы проходили все эти вещи, где я тоже читал кучу литературы, в том числе и Константин Сергеевича. Ну, плюс ко всему, сказался опыт, полученный уже потом в училище, да, и поэтому в институте я-то понимал, на самом деле, чего от меня требуется, и для чего это нужно в конечном итоге. То есть это как-то осознанно уже было, то есть это не просто ты закончил там школу среднюю, да, и не знаю вообще, кто такой Станиславский, пришел, ну, вот, так сказать, прочитал там какую-то басню «Ворону и лисица», там, стихотворение там, и понравился педагогам, тебя взяли. А что это, чего это, то есть ты как-то уже осознанно шел, да, вот, к выбору профессии, то есть какие-то, пусть даже ты не понимал какие-то вещи, вот, читая Станиславского, честно говоря, вот, когда нам дали задание тут же, вот, на первое занятие нам дали задание прочесть книгу Станиславского «Моя жизнь в искусстве», прочесть там это, конспектировать вот эту систему по элементам. Мы ничего, честно говоря, не понимали, хотя я тоже как-то целенаправленно готовился к поступлению в театральный вуз, но я вот половину читал, я половину не понимал. Но поскольку наш педагог по актерскому мастерству, значит, была очень такая дотошная, и мы, значит, вот тупо, честно говоря, тупо переписывали, то есть мы брали книжку, а еще лучше мы брали какое-то учебное пособие, где там все уже было расписано, и перекатывали это, и потом с умным видом мы приходили, отдавали там эту тетрадочку или листочку, доказывали, что это свои собственности. Да, 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 и что мы такие умные, что Станиславский это бог и царь, что мы там все знаем, все понимаем, и это нам нравится. Вот такая вещь. И только потом, вот как и говоришь ты, уже с прошествием времени начинаешь понимать, что... Что он имел в виду все-таки. Да, 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 что он хотел от актера, да, допустим. А вот нет такого ощущения, что, ну, может, я грубо так скажу, ну, я, судя по своему опыту, когда уже прошло какое-то время, и я стал взрослее уже, и я вдруг поймал себя на мысли о том, что, Вова, ну, что ж такое вот? Что ж ты так много упустил? Ну, как бы себя ругая внутренне, потому что тебе дали возможность. А когда ты уже завязан в процессе, когда нет времени, когда какие-то жизненные там перипетии с тобой происходят, уже нет просто времени вернуться к тому. А тогда тебе давали вот, так сказать... На блюдечке с голубой каёмочкой, а мы не брали. Почему-то считали, что это всё ерунда. Ну, давайте вернёмся, поскольку помимо кино мы как-то уже чуть-чуть определились, что всё-таки система Станиславского, она нужна для кино, и она помогает актёрам. И не только в создании там образа, там, роли какой-то, но... Он помогает именно в работе над ролью до съёмочного периода непосредственно. То есть, когда тебе дают сценарий, ты его самостоятельно штудируешь, сам себе прорисовываешь, прописываешь уже линию поведения персонажа, уже ставишь сверхзадачи все, все хотения, желания своего героя, да, определяешь конфликт основной. То есть, это работа до режиссёра, соответственно, своя собственная. То есть, что у Константина Сергеевича, опять же, работа актёра над ролью непосредственно. Ну, понятно. Но, опять же, существуют, как сказать, те же вот направления, именно Чеховская и Станиславского, да? Вы ему говорите, так, американская школа, русская школа. Ну, это две русские школы. Ну, две русские школы, да, она более такая. Это две русские школы, поэтому в институтах во многих, я не хочу никого обвинять, ни в коем случае, всё равно занимаются со студентами массово. То есть, вот Станиславский и всё, а Чехова вот так вот в проброс. Это я не считаю, что верная позиция, потому что кому-то ближе Чехов, кому-то ближе и Станиславский. Я уже говорил, что всё равно движутся все к одной единственной цели. Правдивое, органичное существование актёра там на сцене, там в кадре. Вот, опять же, чем отличается Чехов от того же Станиславского, да? Что если Станиславский идёт от чувства к действию, то Чехов, наоборот, от действия к чувству. Вот кому как удобнее. Мне ближе, конечно, чеховская система. Потому что уже есть училище, есть физика выработанная. От физического ты уже идёшь к внутреннему состоянию. Да, у Станиславского... Потому что телу проще понять, проще сделать жест с какой-то окраской. И вот от этой окраски родится определённое чувство, которое, опять же, выведет тебя к правдивому существованию. Хорошо. Давай вернёмся к кино. Вот ты говоришь, да? Вот система чего? Тебе близка она. Близка, да. Так. Давай тогда возьмём такой аспект. Вот ты говоришь, да? Ну, так сказать, тело, жест, да? Да? Помогает понять этого персонажа этот, понять его внутреннее состояние, да? То есть вот. А вот как можно это всё сделать, когда, например, идёт крупный план? Когда твоего тела не видно. Вот только лицо на весь экран. Так для этого и существовал общий план. Где ты имеешь возможность сделать всё это на общем плане, а на крупном, только повторив и вспомнив вот то самое ощущение, да? Может, даже перед крупным планом совершив то самое действие, которое вызовет нужные эмоции. Да, да. Вызовет нужные чувства. Эмоцию, которую потом можно... Потому что в кино, в принципе, кино является экстремальной ситуацией для актёров всегда. Сейчас мы поговорим про киноэкстрим и телеэкстрим, мы поговорим. Потому что в театре всё-таки есть возможность ошибаться и повторять кино. Ну, как говорил, Фейн Георгиевна плюнул в вечность, так уж плюнул. Да. Что есть, то есть. Фейн Георгиевна родилась. Хорошо, давай ещё поговорим о такой вещи. Вот ты снимался в фильме по Грину, да? Бегущая по волну. Да. А потом ты снимался, так сказать, два будем, ну, это трудно назвать жанрами, ты снимался и в киносериалах, да? В телесериалах. И телесериалах. Ну, это считается больше телефильм и телесериал. Вот телефильм и телесериал, да? Вот смотри, в кино, допустим, вы снимались. Вот этот, снимали этот фильм «Бегущая по волну». И не только фильм. То есть, ну, да, ну, понятно. Там что было самое главное? Там была литературная основа, да? Вот на этой литературной основе был написан сценарий, то есть тебе его дали почитать, ты, так сказать, прочёл, уже стал выстраивать линию поведения, ты как-то уже представлял себе, какой он. Я даже сохранил этот сценарий, потому что он весь исчёркан. Ну, да. Кстати, Фаина Георовна Ироневская, о которой ты говоришь, вот, она пьесу, допустим, там, распечатывали пьесу, каждому актёру давали экземпляр. Так вот, она всё равно, у неё была своя какая-то тетрадочка такая, и она всё равно свою роль переписывала. Вот, так сказать, это... Это помогает. Вот, когда у неё спросили, она говорит, а когда я пишу, я уже играю. То есть, когда я переписываю, а не когда я просто читаю какой-то текст, да? Она говорит, меня это не трогает. А вот, когда я пишу, и я не помню в своих воспоминаниях, она написала такую очень интересную вещь, что она даже, когда переписывает, она даже наклон букв у неё разный. То есть, если она там пишет вот с таким наклоном, это значит, вот, тут она вот играет вот это, да? А если она пряменько так пишет, буковки такие пряменькие, то она вот играет это. То есть, это действительно помогает, наверное, актёру. Или когда тебе просто приносят печатный текст, просто там распечатан, и ты его читаешь. Всё равно работаешь же, вот, ты говоришь, у тебя исчёркан весь этот сценарий. Да, это когда преимущественно полнометражное кино, которое снимается на плёнку, 35 миллиметров, всё дорого, богато, скажем так. Но что касается именно телесериалов, многоформатных, где там 100 с лишним серий, на это уже просто не хватает времени, честно говоря. Опять же, мы не имеем на руках полного сценария со всеми этими сотнями серий, да? Потому что они постоянно дописываются, так сказать, под нужды зрителей, там, происходящие события. Да, и в зависимости от финансирования. Вот, по поводу этих телесериалов. Вот, я тут встретил, ну, молодого актёра достаточно, который снимается в этих безумных сериалах, телесериалах. Вот, и мы с ним просто разговорились, и он говорит, Владимир Иванович, вы знаете, вот я даже, говорит, уже запутался в них. Кого я где играю? Потому что, значит, в 10 утра съёмка одной серии, как он там, там, любовь-любовь, потом через полчаса он несётся в другой павильон, где там снимается «Это не любовь», там, ну, вот так. Так, и стандартный такой набор. То есть, вот там нет драматургической основы для актёра, то есть, очень трудно, наверное, найти. Вот он рассказал такой случай. Она просто очень растянута, как гармошка. То есть, если её сжать в формат, там, четырёх серий, то практически вот весь сериал. Да, ну вот, хорошо. И он рассказал такой случай. Значит, там, утром должна быть, значит, снимали очередную серию, какую-то 150-ю или там 154-ю, да? Вот. И, значит, ему дали вот этот листочек, ну, там, как бы, ну, трудно это назвать сценарием, такой сценарный план, набросок такой. И, значит, там была сцена, оказывается, что вот в течение этих 150 серий он работал в какой-то ферме и любил какую-то девушку, которая там работала. Но он был очень скромный такой и боялся признаться ей в любви. И вот в 150-й, в 151-й он должен был прийти и объясниться ей в любви, там, ну, что-то такое. И вот он говорит, я еще раз перечитал, я очень готовился. И начал готовиться именно вот как их учили в театральном вузе, он не в Гиковец, а театральный актер. И он говорит, я вот тоже систему Станиславского и магическое есть ли вы. И, значит, вот как выстраивал вот событийный ряд, где кульминации, вот там, монолог у него должен быть, да, что там, развязка. То есть все как бы по канонам системы Станиславского. Как его учили. Он МХАТ закончил. Это достаточно серьезный бонус. Достаточно серьезный бонус. Да, да, МХАТ, Станиславский, это как бы его родные пенаты. Так вот. И вдруг он приезжает на съемки за полчаса. И, значит, вот в этом он уже как бы в настрое романтическом в объяснении любви. Он уже там себя ощущает современным Ромео. Вот так и так, и так, и так, и так. И вдруг подходит режиссер и продюсер и говорит, ты знаешь, вот те люди, которые финансируют этот сериал. А, значит, вот, ну, вот 151 серия, там, Ля Мур Тужур, Любовь. И как бы дальше уже все, точку ставить. А запланировано 180 серий. То есть нужно доснять 30. И поэтому, говорит, сегодня мы играем другую сцену. Ты идешь по офису объясняться в любви. Тебе навстречу идет твой друг, который тут же работает. Который знает, что ты ее там любишь, там, это, это, это. И вот такой вот примитивный, примитивный отелло. Такой примитивный российский отелло. Ну, там Яго с этим платком. Ну, все знают эту прекрасную пьесу шекспировскую. Вот. И он, типа, в роли Яго выступает. Ну, там его зовут Сережа, Вася, это не важно. Вот. И он ему тоже начинает рассказывать такую интригу, что, оказывается, вот эта девушка, которую он любит, она, оказывается, ему изменяет. В общем, такой ужас рассказывать такую страшную черную картину. И режиссер ему говорит, значит, ты теперь делаешь новый проход по этому коридору, влетаешь там в офис, влетаешь в комнату, где она находится, и устраиваешь ей скандал. Там должны быть крики, все, что угодно, вы расстаетесь. Потом, естественно, вот за эти, там, 29 следующих серий вы, там, опять как-то улаживаете свои отношения, конечно, кончается хэппи-эндом. Я у него спрашиваю, а вот как это можно? Вот чат настроился, да? То есть актер ведь перед выходом на сцену, да? Вот перед камерой, там, на съемочной площадке, он как-то себя настраивает ведь, да? И вдруг ему говорят, там, за 15 минут, что вместо изображать, там, играть, любовь, на голубом глазу, там, ах, 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 вдруг нужно влететь и кричать благим матом, оскорблять эту несчастную девушку. Конечно, девушка ничего не понимает, это все наветы, наговоры, но это не суть важна. Я говорю, как ты вот перестраиваешься, если ты весь вечер, там, ночью думал, как ты эту сцену будешь играть? Вот такая вот система. Может ли актер вот моментально перестроиться? Вот в этом и есть прелесть профессии, на мой взгляд. В чем? Когда выпадает, может быть, такая возможность проявить себя в немножко в другом качестве, что ли? Но это же экстрим такой. Экстрим. Но иногда в этом экстриме человек существует гораздо более органично. То есть, когда идет именно эмоциональная встряска сознания, что ты готовил, что ты там переживал, что ты чувствовал себя. И вдруг такое вот потрясение. Ну, не знаю. А как же мы тогда вот возьмем ту же систему Станиславского, его, так сказать, каноны? Вот чувство веры и правда. Это нужно моментально перестроить. На себя предлагаемое обстоятельство. И опять же, магическое «если бы». А, «если бы» было бы. Тут же, да, моментально на себя это все принять. Вызов. Ну, я так понимаю. Но ведь для этого нужно... Определенное время. Я думаю, что... Ну, какое-то время, ну, я не знаю, за 15 минут все равно это будет не очень искренне. Да, я даже понимаю, что человек находится в стрессовом состоянии. Да, у него там безумные глаза, и вот он, так сказать, адреналин там у него. На то она и работа, собственно говоря, актерская. Профессия. Конечно, это такая работа. То есть, умение ту, умение, да, вклиниваться и меняться в соответствии с предлагаемыми обстоятельствами. То есть, попадая сюда, попадая сюда и быстро перестраиваться. Но ведь, Артем, согласись со мной, что ведь не каждому, так сказать, ну, будем говорить актеру, ну, сейчас не будем трогать, так сказать, зубров таких актерской профессий, которых можно там за 2 минуты до спектакля, допустим, если это театр, или за 2 минуты там до съемки, да, на съемочной площадке сказать. Ты знаешь, вот так и так все поменялось на 180 градусов. Но вот эти актеры, они умеют, они как бы владеют и профессией, и умеют быстро перестраиваться. А вот молодые актеры, вот как? Или это с опытом приходит, или это зависит все-таки от, ну, будем так, от таланта? Или от чего это зависит? Потому что, вот, допустим, мы с тобой играем вот какую-то сцену, да, там, в телесериале, да, и, значит, мы с тобой друзья, допустим, да, и вдруг за 2 минуты нам говорят, что вы не друзья, вы враги, вы друг друга ненавидите, и вообще там доставаете пистолеты, убиваете там все, тем более сейчас все там стреляют, все взрывают. Вот. Ты умеешь перестраиваться, да, вот моментально так, как выключатель такой, раз, у тебя взгляд другой, пластика другая, да, а я вот, ну, не могу я вот сразу, хотя я не скажу, что я там бездарь какой-то. Мне для этого нужно какое-то время. Вот от чего это зависит? Или от характера, от темперамента, или все-таки от школы. Вот может, вот, допустим, мы возвращаемся к системе Станиславского, да, неважно, там, театр это или кино. Вот, вот, если я владею этой школой, вот, то есть я очень хорошо это все изучил, так, прожил, прочувствовал, да, а ты, допустим, ты быстро перестраиваешься. А я, например, ну, дурака валял, так будем грубо говорить, и да, да, ладно, ну, что там, система Станиславская, магическая, если бы ерунда, это я выйду, я тут на раз все сделаю. А потом, когда получается такая ситуация, я не понимаю, все-таки вот школа, она помогает вот в такой критической ситуации, вот такая критическая ситуация, когда нужно срочно перестроиться, или нет? Или это зависит от индивидуальности какой-то? Это все вкупе, на самом деле. То есть площадка сразу покажет, кто учился, кто не учился, чему-то. Но, как сам Станиславский говорил, что система эта, она для талантливых людей, в принципе, и для людей, связанных с искусством. А именно перестроение из одного эмоционального состояния в другое, ну, не знаю, это от степени опыта. Работы, да? Да, естественно. Потому что я во ВГИКе, допустим, стал сниматься с первого курса, меня отпустили. И практически я был как исключение во всем институте за всю историю, по-моему, существования курсов. Ты учился у Игоря Николаевича, у Игоря Николаевича, и он тебя отпустил, да? И как ты себя ощущал? Вот ты вообще, ну, желторотый птенец, так будем говорить. Ну да, но они не думали о том, не задумывались, что я снимался еще до института. А, да, у тебя так все-таки опыт какой-то. Опыт уже был, работа непосредственно площадки. Но, опять же, я могу сказать с уверенностью, что практически все, чем я владею на данный момент в кино, естественно, институт помог как-то эти знания немножко саккумулировать. А основное учение, основная учеба происходила уже на съемочной площадке. Потому что, как бы в ГИК он не считался в ГИКом, да, институт кинематографии, но, опять же, преподавание актерского мастерства, оно ставится почему-то на театральные рельсы больше. Ну, понятно. Ну, потому что... Не существует какой-то именно специфики обучения именно для кино. То есть, очень, как сказать, редко когда в ГИКовских выпускников берут куда-то в театры. И наоборот. Иногда бывает, что театральные актеры, которые просто прекрасно себя показывают на театре, как принято говорить, в кино иногда теряются, то есть, тяжело войти вот в этот съемочный процесс какой-то. Опять же, идут большие споры по поводу разногласий именно театральных актеров и киношных, потому что все спорят, что у кого сложнее, да, кому сложнее, то есть, либо в театре, либо в кино. В театре сложнее именно тем, чтобы провести линию своего персонажа от начала до конца на протяжении, там, двух-трех часов, да. В кино другая сложность. Так как кино снимается не, как сказать, не постепенно, да, скажем так, ну, на протяжении, не хронологическом порядке. Ну да, могут финал снять, а потом начать. Да, да, как правило. Сложность основная заключается в том, вот для чего нужны эти исчерканные сценарии, собственно, чтобы моментально вот так вот перебрасывать своего персонажа. Из одной ситуации. Да, из одной ситуации в другую. Одни предлагаем обстоятельства другие, да. И попытаться вспомнить то, что ты делал, грубо говоря, на предыдущей неделе, на прошлой, то есть, вот кусок из этой же сцены, да, и войти вот в это же состояние, и чтобы в результате склейки монтажной оно не казалось чужеродным. Да, инородным вроде как-то. Вообще два разных человека и две разные ситуации. Ну, и еще последний такой вопрос, тоже провокация такая с моей стороны. Это не я придумал. Дело в том, что я вот, ну, готовясь к передаче, я общался там со студентами театральных вузов. И существует такое мнение, я оценку этому мнению не даю. Я просто хочу услышать это от тебя. То есть я, да, я как бы себя, обязанность, ответственность убираю. Так вот, в беседе с ними звучало такая, такие вещи прозвучали, что типа того, что система Станиславского, которая была придумана там в 19 веке, там в 20 веке, она устарела, она не дает никаких плюсов в приобретении профессии, что сейчас другой театр, другая, так сказать, специфика театра, другой театральный язык, да, там вот какие-то безумные постановки там происходят, где, так сказать, вот эти все, то, что вот Станиславский, так сказать, старался добиться от актера, вот этих вот маленьких зацепочек, чтобы не просто там пробалтывать текст, почему, а оправдать его, там жест тот же оправдать, вот текст оправдать, потом общение между собой, потому что иногда, вот я бываю в театрах, у меня такое ощущение, что вот если сцену разделите на две части, один говорит одно, второй говорит другое, хотя по пьесе, да, или там, если брать это фильм, то они как бы должны общаться, да, между собой, у них какое-то общение, что-то там их связывает или наоборот разобщает. Вот иногда в театре, значит, молотит свой текст, то есть вот, значит, так, отговорила роща золотая и пауза, то есть не отыгрывает. Потом в своей реплике говорит его партнер. Это называется эгоизм. Да, он ждет, потому что у него там в пьесе или в сценарии написано, что последняя фраза, там, Вася, я не люблю тебя, я уйду от тебя. Могу сразу сказать, значит, плохой актер, значит, не в обстоятельствах, значит, не в партнере. То есть, вот, нет, вот ты мне ответь на мою провокацию. То есть, школа Станиславского сегодня, она жизнеспособна, она будет жить, она будет помогать, чтобы вот наш театр, наш кинематограф, телематограф, даже такой термин можно придумать, телематограф, действительно, так сказать, она будет существовать. Или там, допустим, через там 10-15 лет скажут, да все, система Станиславского, она себя изжила, просто исчерпала, и давайте что-нибудь придумаем совершенно другое. Те люди, которые говорят, что система себя изжила, пускай перечитают Константин Сергеевич. По той простой причине, что он сам говорит о том, что система, она не стабильна, а что она должна развиваться в соответствии со временем, с эпохой и так далее и тому подобное. Поэтому я думаю, что система будет жить любым. Да, ну и сам Константин Сергеевич говорил, что это не является... Это не система. Это система, это все равно она развиваться должна. Это не то, что монолит какой-то, вот гранитная глыба, и вот она стоит, и ничего с ним не происходит. Это не звод правил, это руководство к действию, по большому счету. Артем, большое спасибо. Вот, к сожалению, время нашей передачи уже подходит к концу. Конечно, можно было еще вот на эту тему говорить. Да, я еще очень много тебе хотел рассказать. Очень много. Вот. Мне бы хотелось пожелать тебе, ну, такой стандартной фразы творческих успехов. Спасибо. Различных там Оскаров, Ник, и вот, чтобы не только сериалы, да, какие-то там, а чтобы были действительно хорошие, серьезные фильмы. И если у тебя есть внутреннее какое-то желание такое, попробуйте все-таки и в театре. Потому что я думаю тебе, как, вот, так сказать, человеку киношному, так будем говорить, все-таки вот поработать на подмостках тоже будет ценно. Пусть это будет удачно, неудачно, но все равно какой-то опыт ты приобретешь. Я бы сказал, что оно было ценно в свое время. А, было ценно, но тоже сыграло свою роль. Ну, еще раз большое тебе спасибо. Спасибо. Давайте попрощаемся с нашими телезрителями. Дорогие телезрители, у нас был актер театра и кино Артем Зунов. Вот мы с ним попытались выяснить, как же все-таки работает система Станиславского в разных видах искусства. В данном случае мы говорили о кино, о телевидении. И вот, если такой подводить, ну, коротенький итог, то можно сказать, что да, система Станиславского, она действительно ценная. И она, естественно, будет развиваться и будет помогать. И у нас, так сказать, благодаря вот этому учению, так, ну, может так грубо я сказал, учению, что и наш театр, и наше кино, и наше телевидение все-таки поднимутся на более высокий уровень. А не растворяться вот в этой ежесекундной какой-то шелухе, мельканию постоянному. И все-таки мы сохраним свою национальную культуру, свою духовность. Именно Константин Сергеевич говорил, что основа театра, вообще основа любого искусства – это духовность. Вот если нет духовности, то какую систему не придумай, сколько не учи, хоть пять лет, шесть, десять, пятнадцать. Если вот этой основы не будет, то никакая система не поможет. Так что будем надеяться, что у нас все будет хорошо и в театре, и в цирке, и в балете, и в кино, и на телевидении. А я с вами прощаюсь, всего доброго, а в следующий раз мы поговорим еще о других очень интересных вещах. Удачи вам, до свидания.